Молитва-прошение. А, я понял. В общем, начну сначала. Есть разные в христианстве, есть разные формы молитвы. И как я сказал, мы говорили сейчас, делились нуждами, переживаниями, мы молились друг за друга. Это молитва-прошение, есть молитва-хадатайственная, есть молитва-прославление. И все молитвы, они хороши по-своему. Но я хочу затронуть еще один аспект молитвы, молитва-созерцание. На мой взгляд, это в моей жизни было в каком-то смысле где-то на задворках. И я думаю, что у многих христиан тоже где-то она так в тени остается, вид молитвы. Потому что он на самом деле не такой простой, как может показаться. Вот, молитва-созерцание. То есть, что такое созерцание? Понятно, да, русское слово? Это крайнее такое внимательное наблюдение, простыми словами. То есть, быть бдительным. Библия очень часто призывает возрастовать, быть на страже. Я вот не уключил одно место, Сергей мне будет помогать с местами, но я одно место как бы потом вспомнил. Нету оно на экране, я прочитаюсь, притч. Если вы помните, там, восьмая, девятая глава «Премудрость». Она глаголь, да, и она рассказывает интересные вещи. Я сочитаю буквально восьмая глава. В последних три стиха написаны такие слова. «Блажен человек» или «счастник», да, наивысшая степень наслаждения или счастья. «Блажен человек, который слушает меня, бодруствуя каждый день у воров моих, и стоя на страже у дверей моих. Потому что кто нашел меня, тот нашел жизнь и получит благодать от Господа. А согрешающий против меня наносит вред душе своей. Все ненавидящие меня любят смерть». То есть акцент я хотел сказать, что прежде всего «Премудрость» говорит, кто слушает меня. Очень часто, ну, как бы стереотип, такое мнение большинства людей, молитва, это надо выговориться Богу, да, излить душу. Это все классно, и это на своих местах, да. Но очень часто мы забываем просто посидеть и послушать, а что он хочет мне сказать. И просто я что-то ему говорю, а что он, да. И вот «Премудрость» говорит, блажен человек, кто слушает меня. «Бодруствоя каждый день у воров моих». То есть как страж, да. И вот для меня, ну, моими такими словами, молитва созерцания – это молитва бдения, молитва, я бы сказал даже в какой-то мере предостережения. То есть есть молитвы, которые решают проблемы уже, которые мы пытаемся решить, сами не решаем, Господи, помоги там решить. Но молитва созерцания, она идет глубже. Она предостерегает большинство тех проблем, тех трудностей, которые потом мы встречаем в своей жизни. То есть если быть правильно внимательным, ну, понимание, это я буду больше говорить, что это, да, и как это, то вы поймете, что если пребывать в этом, многие проблемы, которые уже появились, они просто не будут появляться. Они просто будут исчезать. Потому что мы бдительны. И вот молитва созерцания – это молитва бдительности, когда ты остаешься крайне внимательным к себе и ко всему происходящему вокруг. Потому что Бог действует внутри и снаружи, да, Он все во всем. И вот молитва созерцания – это когда ты, скажем так, два аспекта, да, которые я скажу, основных. Первое – это нужно остановиться. То есть ты не можешь созерцать, ты не можешь пребывать вот осознанно, скажем так, в присутствии Божьем, если ты не остановишься. Наш ум, он часто мечется, подключенный к плоти в этом мире, и мы можем где-то теряться, что-то искать постоянно, да. И мы как-то, как правило, ищем что-то, какого-то счастья своего, еще каких-то вещей, да. Вот, но эта молитва подразумевает стоп. Вот первое место, которое я Сергею просил, чтобы вывести на экраны, там, в Солом 45-й, один из стих, Господь говорит, остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен народа, буду превознесен на земле. То есть, несмотря на какие-то вещи, там очень интересный Цаум, контекст того, что даже если будут землятности, зимборы, то, что является символом непоколебимости, то Бог говорит, я буду всегда с вами. То есть, я твердыня. Но при этом Бог говорит, остановитесь, не лечитесь, потому что боль наша, она часто, какие-то трудности лечится сразу. А Бог говорит, остановитесь. Стоп. Прежде всего, остановись. Это первый аспект молитвы созерцания, это нужно остановочку сделать. Потому что, говорю, мы постоянно в какой-то погоне, погоне за чем-то. И в этой суете мы теряем бдительность, мы теряем эту близость, которую мы имеем в Боге. И второй момент, это взгляд внутри себя. То есть, первое, нужно остановиться, и второе, посмотреть. То, что я сказал, быть осознанным, быть крайне внимательным к себе и ко всему происходящему. То есть, другим с вами, быть в настоящем, быть максимально вот здесь и сейчас. И вот второе место, Тимофея, да, первое, Тимофея 4,16. Павел пишет такие слова, вникай в себя и в учение. Занимайся этим постоянно, потому что так поступает, и себя спасешь, и слушаешь и тебя. В начале стоит вникай в себя. Мы, как бы, вторую часть, мы даже знаем, да, вникать в учение, вникать в учение, или вникать в жизнь других, да. Но вот первую часть, вникать именно в себя, бывает как-то, говорю, остается в стороне. Но Павел говорит, очень важно вникать в себя. И вот, как бы, другими словами, это, как бы, ну, две части, да, в этом важны. В себя и в учение. То есть, сопоставляй. Окей, хорошо. Я могу сделать музыкальный павел. Спеть дети, знаешь, как детей, когда провожают, поскольку школу там, поют песни, да, спела. Вот. Слазно. Спасибо. Потому что жизнь, как карусели. Дети вот на этой карусели, да. Иди, иди. Пойдешь? И? Раз, папа. Ну, на сегодня. Да, это тоже, это, как бы, более общий, да, термин, время проповедения. Ну, это включает, куда ты можешь и молитвы, потенциальные, молитвы, хвалы, поклонения, то есть, это такой, общий термин, да, припровождение. Как ты его проводишь, можешь по-разному. Давид даже на ложе размышлял, Иисус Божий, тоже припровождение с Богом. То есть, это все, как бы, как бы, аспекты всей нашей жизни с Богом. Потому что Бог, Он все во всем. То есть, не то, что ты пришел в церковь, послужил там, попыл с Ним, время проповедения два часа, а потом ты вроде как выпал из Нима. Нет, ты никуда не выпадешь из присутствия Божьего. Потому что Давид говорит, даже если я иду преисподнюю, и там рука твоя поведет меня. То есть, он везде, он вездесущий. Можно продолжать, да? Да, конечно. Отлично. Первое, то, что я сказал, да, чай, втикай в себя, второе, обучение. То есть, нужно, как бы, понимать, другими словами, проще говоря, первое, вопрос, кто я? личная, как бы, идентификация. Мы привыкли, когда мы приходим, как дети, да, в эту жизнь, нам дают имя, там, родители, нас, как бы, учат, нас какое-то воспитание, дают туда, то есть, какую-то некую, такую земную, временную роль. Но мы часто на этом внешнем уровне только останавливаемся, мы не идем глубже, а кто мы? Откуда вообще, вот, возникновение меня, этой жизни? Откуда мое внимание, вообще, возникает? То есть, вот туда глубже, вопрос, кто я? И второй вопрос, что есть истина? То есть, вникает в себя учение. Помните, когда Пилат спросил, а что есть истина? То есть, у него возник вопрос, когда если бы, я рожден свидетельствовать и быстрее, он говорит, а что такое истина? То есть, потому что, реально, ну, как бы, ну, это хороший вопрос, серьезный вопрос. Каждый день, мы можем себе задать, а что есть истина для меня сегодня? Как она выражается? Как это проявляется, да? Вот, то есть, этих два аспекта очень важных. Это вникание в себя и для чего. Вот, как бы, вывод, первый, как бы, вопрос, как структурировано, для чего мы, как бы, что-то делаем, да? Изучаем писание, или что-то вообще делаем. Там будет написано, что так поступая, то есть, вникает в себя и учение, и себя спасешь, и слушающих тебя. Он это писал Тимофею, который уже был служителем, поставлен Павлом, и это не имеется в виду, вот, спасение, да, библейский термин спасения, это не только спасение от грехов, там, от вечной погибели, да? Оно такое емкое понятие, как эшелом, то есть, очень много аспектов грани, то же самое спасение, это имеется в виду преображение, там контекст был, что как бы убегает всяких басней, всяких там родословных, всяких сплетней, другими словами, то есть, вот так поступая, ты себя в каком-то смысле огранишь от этого всего, ты обезопасишь, да? О чем я говорю, молитва с озерцами, это предостережение, молитва предостережения, это быть уже на границе, еще когда враги не наступают, а ты уже на чеку, ты готов, ты видишь, да? Вот, это очень важный момент, Исайя, 30-й глава, 15-й стих, то есть, другими словами, для чего нам нужно вникать в себя и в учение, чтобы быть спасенным не только от ада, а спасенным от многих вещей, которые могут угнетать, да, нас как людей, наши души, 30-е, а вот, ибо так говорит Господь, Бог Святой, Зраиль, оставаясь на месте, и в покое вы спаслись бы, в тишине и убывании крепость ваша. Там дальше нет, ну, в общем, да, нормально, 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 но вы не захотели, то есть, это было обучение, да, через пророка Исаия, как мы видим, краткий контекст, то есть, они имели проблемы, на них наступали сирийцы, они побежали за помощью к египтянам, и Бог их обличил, почему вы не посоветовали со мной, а вы вот начинаете, как я говорю, когда приходит какая-то сложность, плоть как реагирует, она начинает метаться, а Бог говорит, спокойно, в тишине и уповании, крепость ваша, если бы вы остались спокойно, доверия мне, вы бы спаслись, и вот, вот как бы здесь разница, как бы вырисовывается, плоть как проявляется, ее реакция, да, паника, и как дух, дух всегда спокоен, потому что дух знает, что он все контролирует, дух контролирует, Бог контролирует, Бог есть дух, и он все контролирует, не плоть, но когда мы живем по плоти, мы этого не можем не заметить, мы можем попасть в какую-то суету и видаться, как Израиль, они звали Бога, у них писание было, все, приходит сложная ситуация, и показывают, где что, да, и так, разница, если больше, там, кому-то будет интересно, восьмая глава римлянам, да, Павел тоже раскрывает противостояние плоти и духа, что плоти и дух всегда противятся, и желают разного, так получается спасение, да, о котором мы говорим, и спасение это приходит по вере, через веру, то есть это как мостик такой, соединяющий нас с Богом, и вера настоящая, она приносит покой, она выражается в покое, еще одно место попрошу открыть, это Евреям 4 глава, 3 стих, написано, «Отходим в покой, мы уверуем». Ну, акцентная, здесь, дальше, как бы, контекст статус Старого Завета, потому что Бог, ввел израильский народ в покой в землю Абитаван, но они по неверию противились, болтовали, мы знаем их, как бы, последствия, да, вот, вот здесь, акцентная, этот первый праздник, «Отходим в покойную веру». Когда мы действительно принимаем веру и спасение, то в этой вере содержится покой, духовный покой. И этот покой, как и написано, мир превыше ума человеческого. То есть обстоятельства жизни, внешне, могут показывать, что не должно быть покоя, не должно быть тишины в своей душе. Но Бог дает, когда мы пребываем в вере, то это выражается и через покой. То есть молитва созерцания, молитва бдения, да, такого внимательного отношения, когда мы открыли духовные уши сердца перед Богом, да, когда мы замолкаем в таком трепетном благоковении, она помогает нам погрузиться в его присутствие. Погрузиться в присутствие Бога, потому что он есть Дух вездесущий. Псалом 22, всем известный, первый и второй стих, всем известный стих, да, про пастыря, когда Давид говорит, Господь пастырь мой, да, он как овечка говорит, Господь пастырь мой, я ничем не буду нуждаться, то есть он говорит, все под контролем, все мои нужды, все под контролем Бога. Дальше он говорит, он покоит меня на слащих пашечах и будет меня к водам тиши. Тихие воды, вот это такое как бы оазис, такой духовный, душевный, когда мы успокаиваемся на этих тихих водах, в этом присутствии Божьем. Тишина, да, присутствие Божьего. И Иисус тоже призывает нас, Евангелие говорит, придите ко мне, все друждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите и говорю на себя, научитесь от меня, и вы окроток, и смирен сердце, и найдете покой душам вас. То есть он говорит тоже, придите. Физически мы не можем прийти, как тогда люди некоторые приходили буквально физически, да, и слушали его речь, но духовно, дух Христов, он обитает в нас, и Бог, Духом Святым, он говорит, приди ко мне, если ты утрудился, там, опременен какими-то своими, там, житейскими заботами, делами, приди, успокойся, я дам тебе этот покой, я дам тебе этот шалом. То есть Бог, Иисус призывает. Это многие места, я просто взял два таких, место, которое более-менее всем известно, то есть покой от Духа, которые приходят, но есть наша плоть и ум и мир, я бы так сказал, я бы сказал, это одна цепочка, которая не всегда, а очень часто, наоборот, противодействует Духу, потому что наш ум, он как бы находится в пространстве времени, потому что он временно, как и человеческая наша вот эта временная, земная, да, кижина, она, она как бы в рамках времени находится. Нормально все? Да, нормально. Я думаю, может, не сильно доступно я доношу, но, что мне как бы, да, проповедник, не надо. Не надо, я вообще, это так, с юмором, минутка юмора, то есть наш ум и наше человеческое, потому что ум и тело, оно неразрывно связано, да, оно, оно заключено в рамках времени, из-за этого очень часто, скажем, лукавы, или мы сами, да, мы находимся в каких-то устремлях, потому что мы так, 70 лет, 100 лет, надо быстро все успеть, отмеренно, что-то, и мы мечемся из-за этого даже, потому что ум, он это время, но наша духовная природа, она вне времени, мы уже дома. Павел вообще говорит, мы посажены со Христом на небеса, алло, я спрашиваю, а кто тут? Призрак из твоих мыслей. Вот, то есть, получается, что на самом деле в духе все нормально. И вот шаббат, шалом, в ветхом завете, или то, что говорит уже Иисус, это момент, когда мы должны возвращаться, останавливаться, понять, что все под контролем Божьим, я должен осознать, что у меня сейчас происходит в моем внутреннем мире, что проходит снаружи, то есть быть вот в этом настоящее, потому что мысли, если вы заметите, они связаны в основном с прошлым и с будущим. Прошлое, в лучшем случае, если какие-то хорошие воспоминания, но в лучшем случае, какие-то... когда ты счет получаешь, например, газ на окно, то мысли сразу сосредотачиваются, планируем, ты в фокусе, ты в фокусе, отрезвляем. Фокусировал. Сфокусировал. Нет никаких посторонних мыслей. Тут же мысли уходит, говорит, ну а вот это я столько, ну, я спалил газа, надо было... Надо было экономить, поджипать это. На счет, а потом начинаешь сфотачивать. То есть, если нету каких-то прошлых воспоминаний или сожалений, часто бывает, то есть, как бы, какие-то беспокойства о будущем, потому что мы беспокоимся, как правило, не о том, что сейчас, если посмотреть, что сейчас, все нормально, ну а что будет через пять минут, а что будет завтра? Беспокойство, они связаны с будущим. Вот если вот обрезать вот этих два времени, да, потому что прошлого уже нету, реально его нету, ты его не вернешь, а будущее еще не наступило. Но даже если она наступит, она наступит в виде настоящего. Ты его никогда не увидишь вот в будущем таким. Он всегда приходит в виде настоящего. То есть, получается, что это уловка ума человеческого или лукавый, который уловит через ум, вот оставляя тебе в этих двух временах, не оставляя настоящего. А настоящий, это как раз такая дверь в измерение вечное. Иисус говорит, прежде, нежели «Абраам был, я есть». То есть, это вечная основа жизни. То есть, Абраам, Моисей, все эти персонажи, все равно, что как на экране, да, в божественной истории, они могут проходить, меняться. Но есть что-то общее, что соединяет всех, это «я есть вечно». Когда ребенок приходит в мир, первое, что у него есть, он просто может осознать, «я есть». Он может этого не говорить, не понимать еще, но первое, что включенность. Когда, допустим, человек теряет сознание, потом приходит сознание, первое, что включается, «я есть». Потом думал, где я, что я там, вообще, что случилось? Это уже ум включается и уже анализирует, исходя из тех обстоятельств, где он оказался. Но первое, что без мыслей, включенность – это «я есть». Это тот корень, который есть от Иисуса. «Я есть». Это у наших всех описаний. Потому что, когда мы вскакиваем с кровати, мы начинаем сразу «ага, я тот-то, тот-то, у меня какие-то обязанности, третий, десятый». То есть, мы сразу же в свои роли выпускаемся. Но прежде всего мы должны знать, что мы сама жизнь в нем. Что этот временный персонаж, как и всем, это все временно. Но есть вечная основа, которая внутри нас. То есть, мысли могут, скажем, мешать, скажем, этому покою, который приходит через молитву созерцания. Потому что мысли – это пища для ума. То есть, если ум остается без мысли, он начинает дух. И для меня, просто с теми словами, это все равно, что ум может сражать с компьютером. Когда ты сидишь в молитву созерцания, ты все равно, что отключаешь, вот его капиталь. Ты оставляешь его без мыслей, ты уезжаешь, он начинает тухнуть потихоньку. И остается только то, что ты есть. Просто твое чистое осознание и твое внимание в настоящем. Вот я, Господь. Вот я. Я понятно, очень важный момент, потому что мысли не всегда бомбардируют, они атакуют, чтобы увезти где-то в сторону. Матвея. Матвея. отдавать все в молитве и как результат, если ты действительно отдал не на слова, а от сердца отдал, ты будешь иметь мир. То есть, мир это, другими словами, как индикатор. Я на самом деле отдал эти проблемы, я возложил эти заботы, или я типа сказал в молитве формулу, а потом опять по плоти мечусь, нет, оно не работает тогда. То есть, или ты отдал, или ты в шаломе, и тогда оно действительно показывает, что ты отдал, и Бог есть, Бог включается в работу. То есть, другими словами, молитва со сердца, еще можно сказать, когда ты остановился и плотисность, а включился в работу Богу. Потому что, когда ты мечешься, ты иногда Богу не даешь места в своей жизни. Бог говорит, окей, ну давай, побегай, посуетись, устанет, придешь ко мне, скажешь, все. Достаточно, я хочу, чтобы это уже действовало. Марфа и Мария, не буду застоять, просто пример классический. Мария села у Христа, ей было все равно все, что там, говорится. И она избрала плохую часть. То есть, это, как бы, приоритетно. Я не скажу, что служение Марфы, оно плохое, оно классное, хорошее, нужно в церкви. И вообще, в идеале, Марфа и Мария, это целостность, но с преобладанием Марии. Вот, то есть, и второе место, сказано, Матвея, Иисус говорит, наборной проповеди, не заботитесь о завтрашнем дне, потому что завтрашний сам будет беспокоиться о своем. довольна для каждого дня своей заботой. Друзья, завтрашний. Я вот иногда думаю, сделаю, мы планируем месяца входа, мы так, это, вот, я ничего не хочу сказать, там, если какие-то там, есть проекты, там, холоды, какие-то поездки, все нормально, сейчас. Но мы иногда настолько уже просто этим пропланировать всю свою жизнь, и часто, когда, ну, не сходится, мы начинаем беспокоиться. А Иисус говорит, даже не осадочно не беспокоиться. Просто научись находить тотально в настоящее, тотальное в осознании своего присутствия, и Бог тебе шаг за шагом будет вести дальше. Знаете, как говорят, дорогу усилит идущий, усилит идущий. То есть, когда ты делаешь шаг, ты, как бы, в каком-то мере не знаешь, куда дешевать, но свет Божий он будет освещать. Да, потому и написано, ну, Слово Божие светильник на гемой. То есть, мы идем, и мы знаем, что в настоящем самое главное, что мне, как настраживаю, я должен внимать, что происходит сейчас. Потому что из-за мыслей о переживаниях о будущем я теряю бдительность, а что сейчас происходит. Ты уже мыслями где-то там, и вот одна проблема, потом другая проблема, потому что ты тут не по бодрству, и оно с нежней ком начинается. Потому что ты потерял бдительность в настоящем изначале, и оно потом, ты не можешь догнать это в настоящем. Понятное, описать, да? Вот. То есть, очень важно, да, эти моменты. Потому что наш ум не обновленный. Да, есть, как бы, понятие ум Христов, обновленный, да, ум Христов. Есть ум человеческий, и он эгоистичен. И вот такой эгоистичный ум с благими намерениями. Прошу, вместо открыть, всем известно, Петра. помните, когда Иисус с ними был, он получил откровение, ты, Христос, Сын Бога живой. Потом Иисус говорит, с того времени Иисус начал открывать уникам, что ему должно идти в Иерусалим, много пострадать от старейшин, правосвященников и книжников и быть убитым и в третий день воскреснуть. И отозвал его, Петр начал прикословить ему, будь милость всего Господа, да не будет этого с тобой. Он же, обратившись, сказал, отойдет меня сатана, ты мне собак, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. Фокус. Не о том, что Божье, о том, что человеческое, то он не сказал, отойдет меня сатана, потому что ты думаешь сатанинское. Друзья, очень важный момент, человеческое. Ты мыслишь, как человек, просто по плоти. В одном месте Павел говорит, я плотян, как человек, я продан греху. То есть, плоть, она, как правило, генерирует, даже под плохими намерениями фуфел. Ну, как бы, плохое. Фуфло, да, по народу. То есть, как бы, оно маскируется, очень по плоти. То, что, как бы, Петр, он, как бы, ну, жаль, да, не будет этого с тобой. Так, как бы, так, действительно, мы иногда даже, бываем, даже, как бы, сочувствуем, но мы не знаем, как Бог работает в жизни этого человека. Иногда вот эти такие успокоения, типа Петра, они могут быть неуместны, ну, до конца, да, иногда, и мы должны ободрять, и без этого. Но в то же самое время нужно быть аккуратным, бдителем, понимать, что происходит. Почему говорю, быть крайне внимательным. То есть, человеческое, то есть, я говорю, что наши мысли, они очень часто идут в разрыв с Божьим. Вместо, Исаия, я уже, я не буду, Якова, тоже, про мудрость, душевную, загнудрную. Здесь Исаия говорит, мои мысли, Бог обращается, так тоже к народу, к нам сегодня, мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мысли ваших. Разрыв такой, да, Бог говорит, вот где ваши мысли, вы как гусеницы, ползаете по земле, а вот где мои мысли, я вот интересно, так что-то сейчас за гусеницу вспомнил, вот даже в природе, через гусеницу и бабочку, Бог показывает этот принцип, сначала ты ползаешь как гусеница, потом ты входишь в покой, в кокон, а потом ты как бабочка фархаешь, Иисус Христос, сначала был просто как Сын Человеческий, Он всегда Дима, Он был Сын Божий, у него была, но Он всегда говорил, я Сын Человеческий, я Сын Человеческий, то есть Он до своего прославления, прославленного тела, потом Он вошел в покой, написано, в день субботний, Он был в покое, написано, даже те, кто хотели принести намазы тела, не пришли, потому что был день покоя, Иисус был в покое в этой пещере, Он умер полностью, написано, умерший освободился от греха, когда мы тоже умираем, мы свободны, то есть Иисус умер и потом Он воскрес, принцы, гусеницы, бабочки, все в природе говорит об этом цикле, об нашей жизни. Итак, то есть очень важно понимать, что наши мысли могут идти очень далеко и в разрез с Божьей мыслью, потому лучший вариант, или один из вариантов, вот эта молитва созерцания, что это такое? Это оставаться в присутствии Божьем, просто в тишине. И видеть, вот как страж, встречать, как говорят, встречать врага надо вниманием, встречать врага надо вниманием, именно встречать вниманием свои мысли, потому что оттуда начал мысли, это как бы некий такой самый тонкий, ну, тонкий объект, то есть до воплощения, когда мы видим то, что мы видим, но сначала появляется в мысли, в пространстве как бы мыслительном у человека, и потом оно превращается в более твердую форму объекта, но мысли это уже объекты, вразные, более тонкие. И вот научиться, как бы этой молитве, предостережению, когда ты очень внимательный к своим мыслям, откуда пришла эта мысль, куда она ведет, крайний фокус, потому что эта мысль, она цепляет за собой эмоцию, какой-то химический коктейль, который в теле у нас, тоже что-то какие-то бурлящие моменты, воспоминания, да, и потом цикл замкнут, мысль, эмоция, мысль, и человек попадает в эту как бы карусель, и он не может на этом остановиться, как бы остановить карусель, я сойду, то есть нужно с этой карусели сойти, остановиться, и прибыть в присутствии Божьего. Она постоянно останавливается в коктейле, но в росте ли ты такой, да, а что я думаю, да, надо, и даже нет, и потом, я пойду к более практической части, да, я как бы буду говорить то, что я вот на данный момент практикую, и, то есть мы обсудим, да, эту часть более как бы детально, не, остановимся, да, просто я как бы скажу более общие такие моменты, вот, то есть получается, когда мы больше пребываем в присутствии Божьем, без мыслей, у нас все больше и больше на поверхность выходит вот того внутреннего, что есть, плод духа, радость, мир, долобитетель, оно есть всегда, друзья, но из-за наших мыслей, наслоения, наслоения, оно не может продлить сейчас, и вот когда ты эту шелуху как бы разгребаешь, оно выходит на поверхность то, чем ты являешься, ты являешься, ты любовью, радостью, ты в нем, и ты как человек, а твоя настоящая вечная природа, оно начинает, ну, проявляться, да, вот, но для этого нужно как бы время, и быть вот в этом присутствии Божьем, оно постепенно, постепенно начинает выходить на поверхность, Иисус говорил, и давайте сначала именно, 14 глава, неизвестное место, о чем я говорю, что это присутствие Царства Божьего, да, написано, Царство Божье не пища и питье, но праведность, мир и радость в Святом Духе, то есть это суперное измерение, это не что-то материальное, да, он говорит, это праведность, это твое положение перед Богом, то, что ты не просто какой-то огрешенный, окаянный, что ты сын Божий, то есть это надо осознать, потому что молитва, я покажу на примере, да, молитва осознания для меня еще, это просто осознавание того, что я во Христе Сын Возлюбленный, я на престоле, я в нем на престоле, это не просто мои какие-то выдумки, это Бог сказал, я должен себя чувствовать, как Сын Возлюбленный, просто как какой-то бегающий, то есть вот это осознание, оно должно приходить, оно приходит со временем, потому что ум этому противится, но мы должны пребывать в этом, вот эта праведность, это не наша праведность, это Христа, Он облег нас, мир, то, что я говорю, мир, покой и радость, то есть радость начинает все больше и больше спонтанно проявляться, потому что мы являемся этим счастьем, радостью, все внутри, нам не нужно где-то снаружи это доставать, люди часто ищут какие-то привыкки радости, или каких-то событий, каких-то впечатлений, эмоций, и в этих событиях ничего плохого может не быть, но когда только ты устремлен во внешнее, то сегодня оно есть и радость, а потом может исчезнуть, и все, и разочарован, да, и вот как бы молитва созерцания, это, это с другими словами, разворот фокуса с внешних объектов на разворот внутреннего мира, на Царство Божие, Царство Божие, когда все мечтает, да, мы уже спрошли фарисеями, когда придет Царство Божие, отвечал, не придет Царство Божие приметным образом, не скажет, вот оно здесь, или вот там, и по Царству Божие внутри вас, это измерение внутри нас, внутри нашего сознания, души, и тела, тело, то есть Бог говорит, что оно уже есть, это измерение, просто туда нужно разворачивать, ну, разворачивать фокус, внимание, потому что мы настолько привыкли внешне, смотреть на все объекты внешнего мира, да, что мы забываем от самих себе, а кто смотрит на это объект, и вот другими словами разворот внимания, и, а кто смотрит, а кто через мои глаза смотрит, а кто через мои уши слышит, если Бог все во всем, то есть обратить внимание на этого, да, на этот источник жизни, еще одно место, то, что Иисус говорит, ищите прежде Царство Божие, и все остальное приложится к вам, то есть искать, если оно внутри, то как искать, это просто развернуть все свое внимание, и внутрь, пребывать в этом Царстве Божьем, если мы знаем, друзья, эту истину, что это Царство внутри нас, то нам нужно просто разгребать эти заросли наших мыслей, и идти к этому Царству, то есть быть в этом Царстве, пребывать в этом Царстве. Еще одно место, второе, второе послание Коринфина, 3 глава, 18 стих. Вот, я бы, знаете, так сказал, что вот наша истинная природа, или сознание, дух, да, это как зеркало, вот о чем здесь Павел говорит тоже, что мы, как открытым лицом, как в зеркале, то есть это зеркало внутри нас, как и Царство Божие внутри нас, оно не снаружи где-то, оно внутри, просто фокус нужно на это зеркало, и это зеркало, вот это есть чистое сознание Божьего, духа, но есть пыль наших мыслей на этом зеркале, которая затеняет, и мы не видим из-за пыли, а кто мы в этом зеркале, это вообще, как это выглядит, и вот как бы, разгребая вот эти мысли, вот этот пыль, я подхожу все ящик, что ящик зеркало, я понимаю, а, вот он, как я выгляжу, вот он, и то же самое, Библия говорит, что мы новое творение во Христе, мы абсолютно новое, мы должны увидеть это в зеркале Слово Божье, в зеркале молитвы, когда мы обращаемся, фокус не понимая внутри себя, мы можем увидеть это, что, подожди, какие-то мысли, просто мешают мне осознать, кто я вообще есть, что я Сын Божий, возлюбленный, что уже наследство приготовил, я сонаследник Христу, а эти мысли меня уходят от каких-то обетований Божьих, чтобы я поносил эту суету и начал сомневаться в Боге, еще какие-то вещи, помните, как ученики на море, да, они начали теряться, говорят, успокоил, успокоил бурю маловеры, и что? То есть, на самом деле, эти бури, они показывают, насколько мы можем доверять Богу. Но я говорю, что не нужно ждать бури, когда мы потом уже взываем, а нужно предотвращать, вот молитва созерцания, пребывание в тишине, это молитва предотвращения многих вещей, которые могут возникнуть, как некие временные трудности, не назову проблемы. Даже боль, вот когда человек переживает один и тот же, может призывать одну и ту же, два рода человека, одну и ту же боль. Но один будет страдать, а второй может радоваться при той же самой боли. Почему? Потому что включена интерпретация, как я к этому отношусь, как я это вижу, как я об этом думаю, думал-то включается. Ты можешь переживать эту боль, но думалка твоя начинает окрашивать и делать из этого страдания. Понимаете, да? То есть, а это может быть вообще не страдание. Вот потому, иногда мы не понимаем, что мысли, они усугубляют. А вот когда-то даже происходит боль, мы сейчас потихоньку будем приходить к практике, их вещей. Когда возникает боль, смотреть в источник боли. Внимание, откуда она возникла? Что она мне хочет сказать? Сигнал. Очень часто боль в жизни Бога, если ты невнимательный. Это как ты драйвер, ты невнимательный залил бензин, да, и уже потом лампочка тебе просто показывает. Тей-дейн, сейчас машина остановится. И вот боль в нашей жизни, она возникает, как эта красная лампочка. Ты невнимательный. Ты где-то поднялся в своих мыслях, в своих брезах. Остановись, обрати внимание внутрь. Бог уже давно что-то шепчет в твоем сердце. Но ты просто где-то во внешних объектах. И вот этот момент расстановка нужно понять. И когда ты смотришь в боль, ты придешь. Бог приведет тебя к источнику твоей боли. Понимаете? То есть сейчас в практической части прихожу почти, да, еще два места в конце просто, которые... Яна 18-ая, 8-ая гламатка, это то, что я сегодня говорил, когда Иисус спорил фарисеями он сказал такие важные слова прежде нежели Авраам, был я есть. Вот этот корень я есть. Да, это очень важный момент, это основа жизни. И римлянам, 8-ая глава, написано такие слова притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению все задействовать ко благу. Потому что кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего. Чтобы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Аминь. Вот здесь вышла, тем предопределил быть. Потому что я говорю, я есть. Просто быть сыном Его, просто быть Его возлюбленным. Очень часто это упускается из виду. Очень часто все равно через какие-то моменты мы хотим типа угодить Богу, еще что-то. Бог тебя принял не за твои хорошие поступки, а уже во Христе написано все совершилось. Ты туда свою как бы лепку не можешь. Ты можешь просто осознать кто ты и из этого осознания пребывания в этом статусе твоя жизнь будет трансформироваться. Иисус сказал прибудьте в любви моей, как я прибыл в любви отца и что? И потом в заповедь соблюдете. Это очень важный момент. Мы иногда пытаемся быстрее в заповеди соблюсти, но не прибываем в любви. А Иисус говорит прибудьте в любви, а потом соблюдете заповедь. Почему? Потому что сам Бог соблюдает. Ты растворишься в этой любви Божьей, не останется твоего псевдо-его, которое замаскировано благочестивлено какими-то вещами. Очень часто наше эго оно прячется даже за церковными какими-то хорошими делами. Но когда ты прибываешь в любви, ты растворяешься и потом ты видишь, как Бог тебя направляет и использует на всяком месте, где бы ты даже не думал оказаться. Потому что Бог тебя направляет. Знаете, для меня прообраз тоже оливки. Оливковое масло символ Духа Святого. Но оливки это мы. Когда давятся оливки, получается одно масло, один Дух. Но надо, чтобы раздавилась твоя скорлупа эго-личности. Когда эта скорлупа раздавливается, ты понимаешь, что ты есть этим маслом. Из оливки стало одно масло. То же самое Иисус говорит об вене. Много винограда, много дна. Написано, мы от одной крови весь род человеческий произвел Бог. А через кровь Христа новое поколение. Друзья, это удивительно на самом деле. Потому нам нужно прежде всего понимать, что вот есть позиция «Я есть», есть противоположная позиция «Плоть я хочу». Потому что плоть думает, что-то еще не получилось для полноценного счастья. Естественно, мы имеем в нем полноту. То есть это нужно просто осознать, что я имею. и по мере осознавания будет больше раскрываться в своей жизни. И во внешнем мире тоже. Но все начинается изнутри. Или же плоть мечется. последняя мысль. Знаете, откуда вся игра началась? С Эдемского сада. Потому что Адам знал, кто он есть. А через плоть подошел Лукавый и говорит, вы будете как Бог. Где-то там в будущем будете как. Но Адам был представителем Бога на земле. Он говорит, Бог дал ему власть владычеству над всем. Потому написано Бог Богов. Потому Иисус потом говорит в неком месте вы Бог. Или Бог называет Моисея будучим Богом. То есть Бог дает представительство власти своей. И в Адаме была эта власть. Адам получил этот дух, которого вдохнул Бог. Но была плоть девы. Плоть что? Она увидела и она захотела вожделение. Вожделение это желание. И сейчас если вы обратите внимание, мы имеем плоть, она вся как правило суткана из желания. Она очень мало бывает довольна. Она постоянно вновь получила другое. не то, а это, а то, а то. И постоянно чаще всего она куда-то устранена. Но дух, позиция духа, это я есть. Я уже есть, и этого достаточно. Когда мы, друзья, научимся пребывать в этом, вы увидите, как в нужное время все приходит вошлось со мной. Потому что ты и сын возлюблен. И к сыну возлюблен он будет приходить. Это знаете, как для меня иллюстрация, когда вы приходите в какой-то типа буфет, суши, бар, не знаю, садитесь, люди садятся, и по кругу едите, еда крутится, да? И ты берешь просто то, что тебе понравилось, ну, дальше крутится, там что-то другого пришло. Ты сидишь на месте, еда приходит к тебе в нужное время. то, что ты хочешь. Вот это нужно научиться. И вот молитва созерцания, тишины, это то, что помогает нам осознать, кто мы есть. И успокаиваясь, доверяя, позволяя Богу давать то, что нужно тебе. Именно то, что нужно. То, что ты хочешь, а то, что нужно. И оно приходит все в свое время. И даже если чего-то внешнего пока нету, ты внутри будешь испытывать гармонию, наслаждение, удовлетворение, радость. И такую практическую часть, то, что Люда спрашивала, говорила, да, мысли, вот, начинай, как я, начинай день, да. Просто ты можешь проснуться, мы можем проснуться, или встать, я встал, у меня там, как бы, слава Богу, есть такой красивый, как бы, сад, я сажусь очень часто, заварив себе чай, я просто сажусь, я встречаю новый день, еще до того, как я успел где-то присутствие Божьем. Или я просто, когда я проснулся, я просто включил, я есть. И фиксирую это так, что я включился, знаете, как лампочка. Мы на самом деле, все друзья, мы как лампочки, но в то же самое время, мы электричество, мы свет, Господи. Мы то, что позволяет этой лампочке зажечься. Лампочка, она включилась временно, форма, но есть свет, который у нас здесь соединяет всех этих лампочек. Так вот. Есть линия? А? Или есть линия? Есть. Я имею в виду, что, а в голову не будет или не будет? Мы ей не позволили светить или нет? Да, ты, ты, ты можешь тускнуть, о чем я говорю, смотри, на лампочке даже могут быть, может быть пыль, много пыли сверху, вот как на зеркале в сознании, и она будет просто тускло светить. свет потенциально есть. Понимаешь? Конечно. Вот. И вот этот нужно момент осознать, когда мы включаемся, первое дело, до того, как мы, скажем, кинемся в описании, кто мы, что мы, где мы, наши обязанности, просто сам, просто по пути в тишине осознайте, я просто есть. Я существую, я жизнь, я есть, я включился, мне дали включение. Вот это очень важно на момент остаться хотя бы несколько минут и старайтесь осознавать свое безмыслие при этом, безмолодая ума, потому что, как я говорил, враг наступает через мысли чаще всего. Почему Павел говорит в другом месте твердыни врага? Он строит крепости, из которых он внутри, в уме человеческом. Когда ты включаешься, первым делом начинает отрастать и смотреть за всеми мыслями. То, что ты сказала в процессе, когда делаешь, это уже, скажем, такой продвинутый уровень, когда ты уже и делаешь, и то же самое время ты можешь видеть мысли. Но начальный уровень, я тебе говорю, и он базовый. Это когда ты просто просыпаешься и просто оставайся без мысли. Если даже мысли возникают, просто смотри на них, как тучи пробовать. Не ввязываться. Просто смотри, это просто мысли. Не быть, как бы, страстно к этому. Не ввязываться. Потому что мысли, говорю, они цепляют эмоции и у нас часто происходит вот это. Это я так взбудил, как Костей. Он взбудет, а я не взвязываюсь. Мы не принимаем. Он уже когда надо вставать, так уже и все уже там. Бог меня лично вбудил не раз и будет сейчас среди ночи вот в 3 и в 5. Он как бы не дает, нету сна, я понимаю, это мое время с ним. Я это больше и больше испытал на себе. Когда ты дольше сможешь оставаться, я могу оставаться без мысли несколько часов гуляю в городе. Просто я все время бдительный. и чем больше ты, это как привычка, ты качаешь мышцы, ты качаешь внимание внутреннее. Внимание и осознанность это как прожектор, который ты включаешь и в этом свете не может как бы появиться ни одна бессознательная мысль, потому что мысли как право они бессознательные. Почему говорят тьма мыслей и туман в голове. Понимаете, да? А осознание наше, осознанность, бдительность, она как прожектор включает этот свет и этот туман начинает рассеиваться. Мы не задумывались, почему туман под утро, такой вот как бы граница между ночью и утром. Но когда вскроет солнышко, туман рассеивается. Вот то же самое с нашим сознанием, с истиной, которая внутри. Оно как свет разгорается, ты больше внимательнее, ты видишь эти все мысли, они просто начинают спрятаться. чем больше ты на них... Они не любят внимания, скажем так. Мысли не любят внимания. Чем больше ты внимаешь к ним, но не смотришь как посторонний наблюдатель, тем больше ты видишь, как они меньше тебя цепляют. Они как бы провоцируют, лукавые через мысли пытаются гасать во что-то. Я иногда бываю и специально начинаю думать. Мне это важно, начинаю сортировать. У меня это, наверное, проще. Я богатство на данный момент. Это тоже вариант. Я сортирую, понимаю, надо, не надо. И когда я смотрю, что иногда бывает, в этот объект, то я согласна, что надо больше об этом думать, потому что иногда делаешь такие глупости, ты думаешь, ну, как бы, как это произошло с этой точки зрения. Есть вот думание, есть размышление. Смотрите, думать от ума. Да, думать. Есть атака, кофе дума, да, которая тоже думает много. Вот. А есть размышление. И вот размышление это раздумное мышление. То есть, как бы, это размышление, это тоже как практика, да, одна из практик. То, что ты говоришь, ты сортируешь, и это надо, да, ты как бы в свете писать, ты видишь, и мысли. Чем больше, как бы ты, когда ты остаешься в тишине, ты будешь видеть, что свежесть мысли приходит больше от Бога. И оно, когда приходит, оно приходит часто спонтанно, и оно сразу же хочет в действии. Или какое-то слово нужно вовремя. И просто подумать там, пишите, парния, знаешь, а именно оно приходит вовремя, в настоящий. Почему Иисус, когда помните, Он говорит, готов вас поставить перед зарями, перед, не заботьтесь, что говорит, не заботьтесь. Потому что Ум хочет заботиться, что сказать, как сказать, просчитывая. Он говорит, стоп, стоп, дай Богу святого. Это практика, потому что, говорю, наш Ум, он хочет контролировать, он не контролирует, это фикция. Вот, когда мы больше и больше учимся доверять Богу, мы видим это. И приходит покой, и приходит радость, и приходит осознание, что мы в нем возлюблены навеки, благословенно навеки. Я заканчиваю с этой частью, мы можем еще обсудить, как бы, какие-то моменты, я не знаю, повалиться сейчас, и потом, как бы, какие-то вещи дальше обсуждать, или сейчас, да, не знаю. Я тоже, что у нас сейчас классная идея повалиться, и потом у нас ваш замечательный вопрос, что я буду делать? Мы попробуем настроиться на то, если же из того, что мы читали, может, что-то коснулось в нашем секции, например, поделиться после конкурса. Потому что времечко нас немножко поджимает, да, ну как, не сильно, но поджимает, что мы еще письмо спели, поэтому мне есть предложение помолиться. Да, хорошо, я, как сказать, ну если скажу, что вот, как бы, более-менее понятно, достаточна была, ну ладно, да, просто ориентируюсь, да, то есть, не пускай богу не стоит. Не, я, сейчас, я не вижу сейчас, как хочу, знаешь, понять, для всего, то есть, для чего это, никак, то есть, это простые вещи, это настолько просто, и вот, что это сказать, у нас есть пять органов чувств, которые, как указатели, тоже внутри себя, помогают, когда я слышу чай пить, я сначала не спешу, я просто не вручаю, я включаю свое поняние, потом я включаю вкус, я откладываю телефон, я пью, я закрываю глаза, я продлеваю вкус, этого чая, какой-то еды, то есть, а я остаюсь в этом процессе, потому что вот эти все вещи, они тоже у нас возвращаются с ними к себе, не в мыслях, потому что мы сейчас не думаем о чем-то, переписываюсь, как бы всем это известно, картина, да, вот на фоне, идите посмотреть, как пельмешки хавают, вот, ну то есть, как бы, типа, это все, как-то допустимо, но, когда мы остаемся, вот, с едой, написано, Павел говорит, что мы можем обычные вещи превращать в священное действие, говорит, идите, пельмешки, пьете ли чаек, все делайте во славу Божьей, оказывается, можно, пельмешки есть, и чаю пить, во славу Божьей, просто, как бы, фокус внимания, и говорит Господь, я прославляю тебя за эти пельмешки, я благодарю тебе, какие вкусные пельмешки, я вот, взялся, восхищаюсь, я Бог признаюсь, это вещах, ощущениях собственных, потому что, говорю, мы, нашли, я дам ощущения свои, мысли, а нужно с мыслями вернуться в ощущения, на запах, и просто радоваться простым вещам, я бы, не спешить жить, а? Не спешить жить, да, вот что нужно, что нужно делать, если провести пробки, я чувствую докосновения, я чувствую тщательно, то есть, оказывается, нам очень часто, друзья, у нас не нужно, наши мысли, которые у нас связаны, какие-то трудности, нам нужно просто научиться, как ребенок радоваться жизни, потому что, если будьте как дети, дорога царства, царство, восприятие жизни, нужно быть чистым, каким восприятием жизни, хорошо, друзья, я помолюсь, мы помолимся, вот, чтобы вы стоя, сидя, как вы молитесь, я так не знаю, я не знаю, я не помолюсь, все молятся, или как вы, как вы, желание, просто если Бог вам дает, повалитесь, я в нас все тоже, попроюсь. Дорогой наш Господь, спасибо тебе за Твое Слово Живое, спасибо, что ты говорил через брата Господня, сетя, Бог, надеюсь Господь, и спасибо, что ты говорил именно мне Господь, я благодарен за Твое, билость к нам, и благодарен за Твою любовь, Господь, за Твою любовь, и слава Твоей Иисусественной Звучитой. Касайся наших сердец, Господи, говори нам, чтобы мы слушали и понимали Твое Слово в нашей жизни, и использовали из Бога Твоя Слово. Прошу тебя, мой Бог, Иисусественной Звучитой, слава Твое Твоего. Аминь. Дорогой Господь, спасибо тебе за сегодняшнюю встречу, Господи, за Слово Твое. Прошу тебя, Господи, помоги нам использовать это на практике, больше проживать каждый день с Тобой, все, что мы делаем, больше осознавать, смысл того, что мы делаем, смысл жизни, смысл того, что ты хочешь от нас, Господи, помоги нам больше слышать тебя, изучать тебя, тянуться к Твоему Слову, и Твоей воле, имеются с собой стороны. Аминь. Иисусественной Звучитой, благодаря тебе отец, за то, что ты такой любящий, такой классный, превосходный, я писаю на него. Я благодарю за то, что мы являемся частью жизни Твоей вечной, что мы жизнь Твоя в этих телах, на этой земле, мы представители Твоей жизни, мы представители Твоей любви, благодати, Твоего света. Благодарим Тебя, благодарим за Твое присутствие, что мы Твоё присутствие. И мы говорили сегодня о том, как пребывать в Твоем присутствии, чтобы эти мысли ненужные, которые было часто, какую-то суету, они растворялись в Твоем присутствии, но понимали, прежде всего, что мы возлюблены, что мы можем доверять Тебе все сферы своей жизни, чтобы мы пребывали в Твоем покое, чтобы мы доверяли Тебе, видели, как Ты действуешь, как Ты все совершаешь, чтобы просто причины, хвалы нашей, благодарности не умножались, видите, как Ты действуешь, как Ты все совершаешь, потому что Ты уже совершил во Христе все наше спасение, искупление, все благословения, и мы вошли в покое Твоего Христа. И мы наследники, санаследники Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за эту честь, за эту привилегию, за это достоинство. Мы славим Тебя, Отец наш, и поклоняемся Твоем, и превосносим Тебя. Веки веков. Аминь. Аминь. Друзья, Вы пока присаживайтесь, у нас есть наши ребята на связи. Сейчас я чуть-чуть. Давайте немножко порассуждаем, буквально минуток пять. Я думаю, что, в принципе, просто, чтобы мы друг с другом поделились, то, о чем мы говорили, просто поделились, один какой-то тезис. Друзья, Вы нас слышите, да, наши дорогие зумчане, зумчане. Зумчане. Знаете, какая-то земля. Зумчане здесь на связи, зумчане слышат. Друзья, буквально по-копу, я здесь вот, например, потому что, ну, чем мне, например, нравится вот такого типа попу эти, да, я вообще такой человек, который я люблю, знаете, там, один текст взять, и его там разматывается, там, час, да, вот это, слаботу, это, вот, вот Константин сегодня, там, да, 15-20 текстов, да, зачем интересно, вот такой подход к попу эти, что каждый человек что-то для себя возьмет, да, например, то есть, один какой-то человек обратил на вот это внимание, там, текст, кто-то на вот этот, кто-то на эту мысль, вот такая мозаика выстраивается, поэтому, я думаю, что это интересный опыт, поэтому, я такого не могу предложить, и вот я бы хотел, знаете, просто интересно такую мозаику сейчас посмотреть, то, на что обратил внимание, то, как бы Господь раскоснулся, текст, какая мысль, что вы хотели своей жизнью поменять, давайте поделимся, я думаю, было бы стоило. Я могу, я могу, я могу, я могу, я могу, я могу, слава Богу, что Бог говорил через брата, потому что, когда Бог говорит через людей, использует людей, и касается сердец, вот я понял для себя, ну, то, что касался Бога, словом, что, когда Бог, то есть, могу сейчас, потому что мне по-русски немножко уже пришло, когда вот не беспокойтесь, что вы будете говорить, вот это я вот, в моей жизни было такое, что, что я буду говорить, и Бог как-то начинает, ну, мысли вот так вот, я сам в шоке просто, думаю, откуда у меня, я же не знаю, вот сейчас меня заставляет, что-нибудь, какой-нибудь стихий, влияние, даже, а когда вот с человеком говорю, и говорю о Боге, Бог сразу, и я больше, и больше, больше, там, вспоминаю, и в библии стихи, и шоки просто, ровно вместе, и это очень рад, что Бог использует людей, но для того, чтобы использовать людей, ну, в хорошем смысле, я имею в виду, потому что он мог бы думать, что это, но когда ты приближаешься к нему, я очень рад, и будет для себя, это, еще пару моментов, потому что для меня, ну, просто сейчас разучить, я не очень смогу, но я чувствую, что Бог, через свое слово, касается сердца, и это очень, если внимательно слушаешь, и вот, а послушание тоже очень важно, когда слушаешь, умеешь слушать, вот, и забирать, берешь для себя, что можно изменить, потому что у меня, изменить свое, есть там, допустим, свои недостатки, да, у другого руки, и он берет, каждый берет, что ему надо изменить, вот, и это очень хорошо, когда Бог говорит через людей, вот, ну, конечно, грязные мысли приходят, всякие разные, но я вот, упорюсь и с этим, потому что, мы не, даже иногда говорю, Господь, вот они приходят, ну, что мне сделать, я говорю, идите отсюда, идите, они приходят, по-любому приходят, дьявол, успеет, он постоянно там, берет стрину, и, кидает, ну, молиться, 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 и понял себя, что, мы, вот, в этот момент, когда мы молимся, Бог дает, Бог помоги, Бог, а если сделать шаг назад, и видеть, и себя там, вот, и Бог, смотри, у меня тут мысли грязные, и пачкать мою, эту, надежду, да, и смотри, тут здесь еще что-то пачкает, там, аркоколий, там, и смотри, я такой, и начинаешь молиться, ну, что я понял, для себя, начинаешь молиться, и за свое внутреннее мир, Бог помоги, чтобы моя одежда была не испачкана, вот, я, слава Богу, слава Богу, не зря я, потому что я даже, и честно, я хотел, сегодня приехать, но забыл, потому что давно я не был, и мы были там, а потом вспомнил, Бог, Бог, я напомнил, что ты должен идти, и слава Богу, что, а, я бы, давайте с детьми, там, что-то там, это, когда, ну, будет неудобно, ведь, когда слушаешься Бога, ну, пускай будет тяжело с детьми, но я пришел, и сейчас радует, что вижу с вами, молился с вами, это, когда вот все вместе, это очень приятно, очень хорошо, когда большие люди вместе, когда говорят, не зря говорят, что там, ой, трое, там, и Бог посреди, так, если Бог здесь посредине, спасибо тебе, Господь, спасибо большое, и Бог встать, вот, ну, здоровит Господь, и лично, через себя, через, ну, кто там выходит, потому что, ну, если выходит во имя Иисуса Христа, Бог по-либоему даст тебе, ну, что говорить, просто это очень важно. Спасибо большое, я, кстати, про мысли, я вспомнил выражение Мартина Дютера, было в прошлом году, не поздно, в прошлом, в 100-лет реформации, Мартин Дютер, он говорил, что мысли это компетенция, да, то есть они всегда будут, они всегда будут летать, но им нельзя отдать возможность сведения гнездо на твоей голове, то есть вот уже когда гнездо на голове, это уже проблема, а когда они летают просто, то все летают. И еще я прямо буду поделиться и моей церковью, и про масло, и когда тоже очень понравится, сжимает, она же черная, или зеленая, она сжимает, и вот когда все грехи мои сжимают, выражают, и я остаюсь в масле, просто вот, и про туман, да, тоже. Спасибо большое. Друзья, еще, пожалуйста, кому бы поделиться, тоже наши друзья в зуме, Анечка и Виталий, пожалуйста. Есть такое, я по языку на английском, я вспоминаю, сейчас ли кто-то может развлекать мысли, без того, чтобы принять это. На английском он говорит, less is the one who can entertain my thought, but not accept it. Надо идти на какого-то уровня, когда мыслим, и становятся частью меня. Нет, даже не сказать, это смысле. Да. Не влияет на мои чувства, не влияет на то, как на моё поведение, а я просто наблюдаю за ним. Я лично долгое время пытаюсь достичь этого уровня, чтобы наблюдать за мыслями, но не принять. И все равно очень важно быть в настоящем. И многие говорят, что прошлое, оно даёт нам опрессию, потому что мы не можем из них прошить. Будущее – страх. Страх – тревога. Тревога. Как бы ожидаем чего-то. И очень важно заниматься в дальнейшем. Я хочу допомнить Ржула. Он сказал, а у меня прям в голове такая мысль возникла, ещё одна, что когда ты, чтобы тебя эти мысли не касались, и они не огрязнили тебя, да, круто, когда ты полностью помни, да, когда у тебя мысли только о Боге, например, о добром, о чистом, да, как, не помню, кто как говорил, помышляйте только о добром, о чистом, о светлом, да, и когда ты только об этом думаешь, когда ты только это любишь, вот эта вся грязь, она тебе не захочет на это реагировать. Когда что-то с этим ещё связано, когда что-то ещё нравится тебе, как личности даже, да, вот тогда уже оно может быть, что затянет, вот, ну вот буквально пока что ко мне пришёл вот этот вывод, я думаю, ну, всё правильно, что Костя говорит, надо, ну вот всё надо, бывать в учении, да, находить больше времени, да, контролировать вот это, потому что, ну реально спешить незачем, и вот для меня лично очень важно, чтобы больше, меньше любить то, что в этом мире, такого вот нечистого, да, что не полезное, и больше любить хорошее, светлое, Божье, можно я поделюсь? Можно, да? Да, ну у меня я сегодня просто получилось так, что я вчера же ездила в Бормут, и на обратном пути, скажем, осталась у своей знакомой дома, и она получается, у неё мама очень верующая, и я утром, когда, ну проснулась, и слышу молитву вот прям как в наших церквях, как это называется, я уже забыла, по-русски, ортодокс, блин, в наших, да, вот это вот прям православные, о, православные церкви, и я прямо услышала, как вот молятся, и у них в каждой комнате молитвы, то есть там какая-то молитва, и ты знаешь, и я себя поймала на мысли, что я вот, например, такие молитвы не считаю, да, то есть я молюсь как-то по-своему, но у меня просто вот сейчас даже Костя говорил, и у меня прям вот эта картинка перед лицом, вот эта молитва, как у нее мама молится, вот у этой знакомой моей в комнате, и никого она не стесняется, и там с ними несколько людей живут, знаешь, и она как бы, ну, просто мне это, вот почему-то, когда Костя говорил, у меня вот эта вот картинка была, такая вот вся ситуация, и о позыве, что нужно действительно выделять время на Бога, помнишь ты, Сережа, ты, по-моему, выслал в группу, выделяйте время Богу, да, вот, и мне так вот как-то такое вот внутри, такой посыл, что ли, что как-то вот нужно больше времени, особенно, наверное, по утрам, вот прям молиться, вот прям сильно почему-то, вот такое, не просто, Боженька за то, что вот у меня есть, и так далее, а именно, все-таки, вот как-то библейским текстом, вот у меня вот такое, как-то из Библии что-либо, как-то очень. Спасибо, классно, спасибо тебе большое. Вот, Аня, к тому, что ты говоришь, я буквально недавно, вот тоже, иногда тяжело подобрать слова, как, ну, что сказать, вот, например, обычно хочется помолиться там за друзей, например, за родственников, а иногда не знаешь, как прям вот это все найти, вот это, ну, Бог помоги, ну, это как-то неправильно, не получается долго. И я вспомнила, что у меня были молитвы, я даже в интернете, если зайти, ты водишь там, молитвы за долго, я себе нашла, что мне по сердцу, например. Я читаю, и мне прям нравится, я прям чувствую, что оно работает, ну, именно, что я включаюсь в это. И вот я помню, что даже вот эти православные, когда-то думала, там, все, молитвенники, но оно мне тоже помогало, там, за меня, там, за день, на утро. Казалось бы, зачем так много, но оно реально тоже работает. Ну, как бы, мини-совет, можно найти себе помощь, или в Библии, или где-то, но, why not? Я думаю, что проблема, знаете, где возникает, где человек читает молитвы, даже не думал, вы смысл. Да, да. Я, кстати, вот этот опыт пережил, когда я молился, молитвы «Оченаш», и часто люди молитвы «Оченаш», хотя это Христова молитва, представляете, это Он сказал, это Его молитва, но когда ты ее тарапатишь, даже внекая в смысл, то теперь вопрос, а смысл это вообще? Поэтому мне бабушка моя говорила, «Сережа, ты же внимательно думай, о чем ты молишься». И когда я начал вникать в каждое слово из его молитв, слышно, что там же просто подлинная, интересуемая. Поэтому я думаю, что любая молитва вне нашего участия, она просто не имеет смысла. Но если там есть наше участие, размышление, то есть ты размышляешь, и оно получает сильный эффект. Друзья, смотрите, у меня еще есть предложение сейчас спеть. Вот, Константин, он берет гитару. Спасибо большое нашему брату за такую хорошую тему, за издражение. Я сейчас вывожу текст. На том, по своей теме. Помнишь, ты же хотел про свет говорить? Да-да-да, это в смысле. Это издражение светлого человечества. И вот светлого ума и для тех, кто ловит вспышку воздействия, он может вас захватить. И сразу, что там, как уж такое прикольно это все. Светлый ума. Алло, алло. Меня слышно? Анечка, слышно? Алло? Да-да, слышно. Слышно, слышно, слышно. Я сейчас селом на текст, и будет кеть. Я уже знаю. Песню. Класс. Поеем туда песню. Всем возлюбленным. Вадима Яткомска. Вот, мне очень нравится эта песня. Я прям ее. Вадим Яткомска, вообще у него все песни, если послушаешь, все такие классные. Мне нравится. По крайней мере, стих, что я слышал. Я приглашаю отстать. Немножко расправить крылья, плечи, диапрагму. Не, оно просто мы сейчас... Мне не помогает, потому что мы вчера репетировали для в церкви. И мы все сели. Я не буду петь нормально, продастали. Вот, сразу, да, запел. Ты моя слава, лепость и сила, моя надежда. О, ты моя радость и утешение, ты мой спаситель, и у меня. что он не стоит. Стил меня, я отдам, до любовь свою, я за вам и справлюсь, в парам, и спасение. Спели, и уходи, и уходи, и уходи, и уходи, и уходи, тихо, и уходи, и уходи, и уходи. Боже, правильный перед Тобой, сейчас я предстою рожду за сердцем. И поет украшенная душа, тебе ищу с товаром. И без стремления сердца, ты моя слава. Крепость и сила, моя надежда, ты моя радость. И в тишине, ты мой спаситель, ты моя слава. И в тишине, ты мой спаситель, ты моя слава. Боже, правильный перед Тобой, сейчас я предстою рожду за сердцем. И поет украшенная душа, тебе ищу с товаром. И без стремления сердца, ты моя слава. Боже, правильный перед Тобой, сейчас я предстою рожду за сердцем. И в тишине, ты мой спаситель, ты моя слава. Боже, правильный перед Тобой, сейчас я предстою рожду за сердцем. И в тишине, ты мой спаситель, ты моя слава. Боже, правильный перед Тобой, сейчас я предстою рожду за сердцем. Друзья, дорогие, слава Богу, спасибо большое Константину. Друзья, дорогие наши сумчане, пусть нас Бог благословит. Спасибо большое, что подключились. Будет видео, если вы захотите, можно будет посмотреть. Можно будет еще раз тексты про работу. Вышлю завтра. Спасибо большое. Будем собираться. Спасибо, все свободно. Спасибо, все свободно. Спасибо, ребята. Так что, пока-пока. Пока, ребята. Продолжение следует. Спасибо.